Ещё раз добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем наше шоу «Вечерний Киев!» Настало время самой, пожалуй, позитивной нашей рубрики для тебя, в которой обыкновенные люди совершают абсолютно необычные поступки, и всё это ради любви. Принято считать, что сразу после свадьбы романтические отношения заканчиваются и начинаются суровые семейные будни. Да, но наши следующие герои доказали, что и после пяти лет совместной личной жизни есть место для романтики. Встречайте героев рубрики для тебя, Аллу и Петра. Алла и Пётр у нас в гостях. Для начала познакомимся, ребят. Ну, Алла и Пётр нам понятно. А кто из вас чем занимается? Кто из вас, Алла, кто из вас? И кто чем занимается? Ну, я художник. Я работаю в детской творческой мастерской. Вот. И что где-то рисовать? Писать. Писать. Маслом. Правильно. Пётр, а вы чем занимаетесь? У меня тоже творческая профессия. Я изготовляю и продаю бассейны. Очень творческая профессия. Валерий, вам не нужен бассейн? Если я дома поставлю бассейн, то мне очень сложно будет ходить на кухню просто. Ладно. Да. Ребят, на самом деле есть такая традиция. Обычно в этой рубрике главным героем является мужчина. Инициатором. Инициатор. Да. Розыгрыш, а обычно мужчина. Он приходит к нам. Ребят, давайте я хочу сделать какое-то признание в любви или особенно какой-то романтический поступок. Тут всё наоборот. Здесь художница Алла обратилась к нам. По какой причине и с какой просьбой расскажет Алла? Да. Ну, мы три года уже ждали этого события. Правда, очень много прикладывали к этому усилий. Вы о чём? Вот. Мы понимаем. Вот. И когда мы с сестрой были у врача, и вот когда я узнала об этом, вот, я говорю, ну как ему сказать об этом? Потому что, ну, три года мы этого хотели, и, ну, просто там зубной щёткой сказать в ванной дорогой случилось то, что мы хотели, как-то было, ну, не очень интересно. И вот сестра мне... Валерий имел в виду, объяснить людям, что не ухо-горло-нос врач, а врач, который говорит, что вы, мол, ну, вы счастливы, вы в положении, вот, вот, понимаете, да? О каком событии речь ведётся? Вот теперь, когда уже даже я понял, почему будет речь, да? Вот. И мне сестра посоветовала вот таким образом как-то вот интересно это преподать, преподнести. Ну, в общем, как получилось, мы сейчас, собственно говоря, увидим. Давайте посмотрим в нашей рубрике, как же Алла удивила своего мужа. Смотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да. Сейчас, я перезвоню. Петь, нам нужно поговорить. Я очень устала. Очень устала от вот этих похождений к врачу. Я знаю, что ты очень хочешь ребенка. Я тоже, правда, я тоже очень его хочу. Ну, мы уже три года над этим. Ты будешь чай? Угу. Ну, так что он тебе сказала? Ну, какая разница? Дело в том, что, понимаешь, я уже очень устала. Я не хочу ходить к этим врачам. Мне уже устала от звонков мамы, которые постоянно... Подожди, мы еще не пробовали последний раз. Петь, я уже устала пробовать. Я больше туда не... Я не хочу туда идти. Сейчас, сейчас, я пошлю заказы. У нас будет возможность все сделать. Я больше не пойду к врачам. Мне туда больше не надо ходить. Ау, подожди. Да, подожди. Я сейчас вернусь. Что-нибудь заказывать будете? Не, спасибо. Пожалуйста. Ой, может, и мне просто... Подождите, я сам. Я сам. Позовите уборщицу. Угу. Позовите уборщицу. Позовите уборщицу. Позовите уборщицу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Любимый Господи Я хочу, чтобы ты запомнил этот день навсегда Потому что наконец-то произошло то, что мы так долго хотели с тобой У нас будет малыш Или малыш Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ребята, у нас уже обычно в вашей программе мы только смеемся. Так, теперь мокрые глаза, но мы выдержали этот ролик. Ну, давайте поаплодируем вам. Ну, во-первых, поаплодируем, наверное, Алле за то, что она рискнула и сделала такой незабываемый вечер, день или что это было. Ну и, конечно же, Петру хочется поаплодировать, потому что такое переживать, наверное, не очень хотелось бы. Но финал очень хороший, финал-то яркий. Какие были ощущения в тот момент, ну, что вот, как это все происходило, когда начали танцевать, было недоумение, я видел на глазах. Ну, честно, я начал подозревать, что тут какой-то розыгрыш, но я не думал, что это со стороны Аллы. Я думал, возможно, какая-то акция там в этом центре, там какой-то миллионный, но то, что... Выиграли четвертого ребенка. Честно говоря, я уже в какой-то момент с этой мыслью распрощался. А тут, когда начали вбегать эти дети, ну, что-то... Понятно, все подсказывало. На самом деле, ощущения незабываемые, и дай Бог каждому в этой студии это почувствовать. И дай Бог вам не единожды еще пережить эти славные ощущения. Спасибо. Мы желаем, чтобы у вас сейчас все хорошо, желаем, чтобы дальше у вас было все хорошо и даже лучше, чтобы в жизни было много моментов, о которых будет приятно вспомнить. Обязательно. Ваши аплодисменты. Спасибо большое. Поздравляем. Вечерний Киев.